И вот меня спрашивают очень, вот с этим социализмом, да, я сказал, что не было никакого социализма, был госкапитализм, и прям так со мной спорят и говорят, вот докажи свою точку зрения. Вот я хотел бы доказать свое зрение, да, при помощи Ленина, да, вот давайте я кусочек прочитаю, я думаю, что он будет очень уместен, «Государство и революция», да, это 1917 года, в общем-то это лекция на самом деле, это даже не такое там фундаментальное произведение, как о государстве, но очень умная вещь. Я зачитаю, это сплошная цитата. «Государство, — говорит Энгельс, — подводя итоги своему историческому анализу, — никоим образом не представляет из себя силы извне навязанной общества. Государство не есть также действительность нравственной идеи, образ и действительность разума, как утверждает Гегель. Государство есть продукт общества на известной ступени развития, государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности класса с противоречивыми экономическими интересами не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходима сила, стоящая, по-видимому, над обществом. Сила, которая бы умеряла столкновение, держала бы в границах порядка, и эта сила, произошедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть государство. То есть вот так Ленин рассуждал о государстве с точки зрения, вернее так, Энгельс с точки зрения Ленина, и он с этим соглашается. Здесь с полной ясностью выросла основная идея марксизма по вопросу об исторической роли и о значении государства. Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий. Государство возникает там, тогда и поскольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не могут быть примирены. И наоборот, существование государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы. Именно по этому важнейшему и коренному пункту начинается искажение марксизма, идущая по двум главным линиям. С одной стороны, буржуазные и особенно мелкобуржуазные идеологи, вынужденные под давлением бесспорных исторических фактов, признавать, что государство есть только там, где есть классовые противоречия, классовая борьба, подправляют маркс таким образом, что государство выходит органом примирения классов. По Марксу государство не могло бы ни возникнуть, ни держаться, если бы возможно было примирение классов. У мещанских и филистерских профессоров и публицистов выходит сплошь и рядом при благожелательных ссылках на Маркса, что государство как раз примиряет классы. По Марксу государство есть орган классового господства, орган угнетения одного класса другим, есть создание порядка, который узаканивает и упрочняет это угнетение, умеряясь в столкновении классов. Ну и так далее. То есть, иными словами, вот эти социалисты, которые сейчас рассказывают про СССР, они противоречат Ленину, Марксу, Энгельсу, тем, кого они своими, так сказать, богами считают. То есть, они нам рассказывают, что в СССР классовых противоречий не было, а Маркс, Энгельсу и Ленину говорят абсолютно обратно, что если есть государство, а оно было в СССР, то классовые противоречия обязательно будут, и это государство, чтобы они не разорвали общество, будут, это государство будет подавлять те классы, да, противоречия с которыми возникло. Да, вот, так, ну я не буду про Кауцкого дальше, хотя я советую всем прочитать, что есть государство, да, и это не важно, какое это государство, это государство как-то листическое, это государство социалистическое, или то государство, которое будет у нас. Не имеет вообще никакого значения. Государство есть машина для подавления правящим классом остальных, и это надо помнить. Упаси вас бог, да, сейчас или когда-либо в будущем думать как-то иначе. Ничего подобного. Государство есть машина для подавления, и все. И забудьте все остальное, никакого примирения. Какое нахрен примирение, о чем вообще речь? Вот и Ленин, и Маркс, и Энгельс угорают над этими. Они называют их мелкобуржуазными. А мне сейчас вщекляют марксисты и ленинцы, которые рассказывают про СССР как идеал человечества и социализма. Какой там нахрен социализм, о чем, откуда он может взяться, социализм. Посмотрите, да, производительные силы капиталистические, да, производственные отношения какие при производительных силах? Социалистические, а почему? Это все, новая общественно-экономическая формация, на чем она могла возникнуть? В СССР были классы, да. То есть, вот даже СССР, ну, партийное, так сказать, руководство говорило, да, есть классы, но они не борются друг с другом, потому что это рабочий класс, который управляет всем, рабочий класс всем управляет. А крестьянство и, да, и как прослойка интеллигенция, какая хрен прослойка, полная хрень вообще, да. Кто такие-то интеллигенция? Это огромный класс, врачи, учителя, научные работники, там гражданские летчики, моряки торгового флота. То, что называется средним классом. То, что называется средним классом, да, это класс, класс, то есть рабочие, крестьяне, вот этот средний класс, интеллигенция, условно, хотя это не интеллигенция, да. Класс военно-партийной и полицейской бюрократии, это правящий класс, военно-партийная и полицейская бюрократия сидит наверху. Это класс, класс, они отличаются от этой интеллигенции, от рабочих, крестьян, конечно, сильно отличаются. Откуда бы они ни были, ни вышли, из крестьян они вышли, и из рабочих они вышли, они стали целым классом, подавляющим классом. А иначе бы не было государства. Зачем было бы государство, если бы у них не было противоречий с теми классами, которые они давят? О чем речь-то вообще? Мы, также эти вот люди из СССР забывают, что были люмбинизированные классы. Вот они говорят, рабочие, крестьяне, как прослойка интеллигенции, и все. Но класс подавляющий был, да, военно-партийная бюрократия, можем ее, там, сказать, военно-партийная полицейская бюрократия. И люмбинизированные классы, да, про которые, кстати, писали классики марксизма, а вот эти вот люди из СССР почему-то про них забыли, что есть люмбинизированные классы, да. Кто такие эти люмбинизированные или приближенные к ним? Ну, во-первых, шабашники, да, работающие по договору найма, да, в которой не было трудового договора, или вообще без договора работающие. Теневые барыги, цикловики, спекулянты, контрабандисты, уголовники, проститутки, наркоманы, бомжи, профессиональные нищие. Не с тем числа. Это класс? Да. Конечно, класс. У них единые цели у многих, единый подход жизненный, да. Так. Понимаете, вот, может быть, я сейчас просто боюсь, я уйду дальше туда и не вернусь, это будет надолго. Поэтому, чтобы вернуться, надо что сказать, что вот так как производство, при социализме, при вашем социализме, про который вы мне все время рассказываете, производительные силы, они были капиталистические, да, а производственные отношения некие социалистические. Вот так как производственные отношения не соответствуют производительным силам, да, то есть эти капиталистические, я это не пойми какие, и в обществе неминуемо формируется эхо прошлого, да, когда вот это вот непонятное производственное отношение, абсолютно непонятное производственное отношение формируется эхо прошлого, да. То есть, то, что было в предыдущей эпохе при капитализме, при феодализме, при рабовладельческом строе. То есть, какие-то рудиментарные признаки эпох врываются, и рабовладельческой, и феодальной. Посмотрите, кто такие были крестьяне в основной период в СССР. Это были крепостные, у них даже паспортов не было. Я помню тот период, когда крестьян паспорта стали выдавать. Можете себе представить? Вот, а я в 64-м году родился. Солдаты срочной службы, кто такие были? Рабы были. Я сам был солдатом срочной службы. Это были рабы. Так что, что я могу сказать? Возвращаясь еще к тому, что это был госкапитализм. Что чудес не бывает. И как бы на пустом месте, но не на пустом, вот на том месте, где был капитализм, нельзя построить ничего другого, если оно не построится само путем изменения технологий. Вот как сейчас это происходит при киберализме. Когда уже кибернетические технологии, тогда и строится новое общество. И флаг вам в руки строите, но СССР вы не построите, никак не построите. Так что, каждое новое общество и каждая новая экономическая формация, да, более передовые, ну, в смысле, по сравнению с прошлым, да. То есть, более организованные и меньше дающие человеку возможность игнорировать социальное общество. То есть, человек, который находится, так сказать, вместе с обществом на более высокой ступени развития, как ни странно, он получает, ему кажется, больше свободы, это иллюзия. А, на самом деле, всего меньше, потому что он полностью контролируется и надзирается социальным обществом. Слава Ферсер, Маркска никак с него не слезет. А куда ты с него слезешь-то? Ну, куда слезешь? Вот я не знаю, что у людей в башке. И чем здесь Маркс? Мы говорим о развитии общества, как оно развивается. Ты можешь, ты можешь поспорить, ты можешь сказать, что оно развивается по-другому. Только марксисты сейчас понимают, что новая общественно-экономическая формация приходит. А все остальные дегенераты ни хера ничего не понимают. Байден, который рассказывает, что 70 лет они там и всем миром управляли, а сейчас отсасывает. И не понимает, почему они отсасывают. Я помню, так, они за Ленина втирали нашим родителям в свои государства. Конечно. Конечно, у них было классовое общество. У них был госкапитализм. Они называли это все социализмом и шли прямой дорогой к коммунизму, как они рассказывали. Хотя ничего подобного не было. Если бы это можно было признаться в этом, да, то не нужны были бы никакие чубайсы. Нужно было проводить дальше политику госкапитализма, как это сделал Китай. Да, ну, там, дать возможность людям землю использовать, не приватизировать заводы, ни в коем случае, и паблики. То есть, а развивать промышленность, развивать сельское хозяйство и первыми прийти в киберализм. Советский Союз, если бы правильно люди понимали, куда идут, первым бы пришел в киберализм. Гораздо раньше любого Китая. Вячеслав, как думаете, почему Ленин распустил учредительные собрания в 17-м году? Почему в 17-м? Не в 17-м году, а в 18-м. 6-го января по новому стилю, насколько я понимаю. Да? Выборы действительно были в 17-м. Как почему он его распустил? Потому что коммунисты, сколько там большевики набрали? 16%? Ну, я не помню. Напишите. Поэтому распустил. Ему нужна была власть. Зачем? Он не играл в идиотскую демократию, да, и в эту представительную демократию. Зачем ему нужна представительная демократия? Поролся за власть. Помните там матрос, шелезняк, как караул устал, да? Господа, караул устал. И всех разогнали. Ну, а что, не то же самое делал Наполеон, что ли? Как из Версали, депутаты бежали, сломя голову. Ну, кстати, Наполеон это сделал гораздо хуже Ильича. Если вы посчитаете, это вот тот момент, когда он мог офаршмачиться. Ему там, честно говоря, нечего было делать Наполеону. Он мог просто отдать команду. А он посчитал, что сам там должен присутствовать. И, мягко говоря, выглядел некрасиво. Не потому, что он там был деспот, злодей и так далее. Он там проявил слабость. Это, конечно, очень неправильно. Продолжение следует...